Рынок постепенно переходит к глобальному ожиданию заседания ФРС, тем самым помогая доллару США не опуститься против своих основных соперников. Правда, макроэкономическая статистика в четверг подорвала всяческие надежды на возможность ужесточения курса денежно-кредитной политики американского Центробанка в этом месяце. Индекс американского доллара находится под давлением, но все же пытается продемонстрировать рост. Сегодня он находится на отметке 95.33, а по прогнозам валютных стратегов, господствующая мировая валюта еще может обрести силу сегодня и завершить торги в плюсе. Причиной этим прогнозом послужили ожидания публикации американских показателей по индексу потребительских цен за август. Это еще больше давит на конкурентов доллара США. Так, к примеру, золотые котировки в четверг продемонстрировали сильную волатильность. И торгуются сегодня на минимальных позициях. На Комекс, Нью-Йоркской товарной бирже, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по 1313,17 долларов за тройскую унцию. Аналитики предполагают, что цены на желто-драгоценный металл продолжат свое снижение. И неудивительно, так как ожидания заседания ФРС и подъем процентной ставки заставляют переключиться на покупку господствующей мировой валюты, отправляя цены на золото к минимумам. Однако аналитики и не исключают, что после оглашения решения по процентной ставке чиновников ФРС, золотые котировки могут взлететь до максимума. Ведь экономисты неоднократно намекают на то, что курс денежно-кредитной политики останется неизменным в сентябре. Мы смотрели новости Ранкофорекс на канале Инстафорекс ТВ. До встречи!